Сегодня в Развилковской средней школе гости из экспертного центра движения безопасности. Его сотрудники занимаются реализацией различных проектов в области дорожного движения в России и за рубежом. Специалист центра Дарья Спиридонова объясняет тему занятия. Давайте мы сегодня с вами подробнее остановимся на автобусах и автомобилях. Разберемся с правами и обязанностями пассажиров и поймем, как нужно правильно себя вести. Это занятие совсем не похоже на скучные лекции о правилах дорожного движения. Чтобы почувствовать, как опасно отвлекать внимание водителя, используется баланс-борд, где ребятам требовалось сохранить равновесие и одновременно отвечать на вопросы. Математику любишь? Что здесь учителя математики, ты боишься ответить правду? Чтобы продемонстрировать восприятие мира пьяным водителям, один из учеников надел очки с искажающими линзами и попытался выполнить ряд несложных заданий. Получилось не очень. Это испытание было очень необычным, чувствовалась рассеянность, было все вокруг таким туманным, неизвестным, что было опасно сделать любой шаг. Ну, впечатление для себя составил, что действительно, как себя человек чувствует в состоянии алкогольного опьянения? Да, это было очень большое ощущение, как бы. И я хочу, чтобы никто не пережил такие ощущения. Это очень страшно видеть, когда ты в таком состоянии еще и водишь к тому же. Как выяснилось, и такая, казалось бы, несложная операция, как пристегивание ремнем безопасности, тоже требует определенных знаний. Социальная кампания «Повод для обгона» организована таким образом, что для каждой аудитории используется особый подход. У младших школьников или у детских садов у них происходит интерактивный спектакль, где также у нас есть три героя, это легковушка, автобус и госавтоинспектор, которые ждут в конце подарки. В автошколах это показ фильмов. Демонстрируется и ролик, который недавно прошел в эфире федеральных каналов. Похоже, сейчас будет контратака. Он набирает обороты, скрывается вперед. Опасный момент! Выход один на один и... Он чуть не попадает прямо в девятку, а! Помните, обгон – это не игра. Чтобы дорога была длиною в жизнь, не спешите обгонять. Социальная кампания «Повод для обгона» проводится с 18 марта на всей территории России. Главная цель – заставить водителей и пассажиров задуматься о таком сложном маневре, как обгон. Но при этом не забываются и другие важные аспекты правил дорожного движения. Сегодня что-то новое, интересное узнали? Да. А что именно? Как надо вести себя на дорогах. А что до этого? Не знали, как себя нужно вести? Знали, но сегодня побольше узнали, при какой скорости надо обгонять, если ты уже рулишь. Нужно соблюдать правила дорожного движения, не садиться в алкогольном состоянии и не отвлекаться на разговоры. Все понравилось, я узнал правила дорожного движения, то, что нельзя отвлекать водителя. А что, раньше не знал этого всего? Узнал тоже. Просто вспомни сегодня. Согласно статистике аварийности, связанной с нарушением правил обгона, в период с января по сентябрь 2017 года зафиксировано свыше 1500 таких дорожно-транспортных происшествий. Более 2500 человек в результате этих маневров получили ранения, а потому важность подобных акций очевидна. У нас много массовых каналов, это не только средний класс, в которых мы сейчас с вами были, это и младшие школьники, детские сады, автошколы, вузы, роддома, даже есть АЗС и много-много других массовых каналов, на которых задействована наша компания. Социальная компания «Повод для обгона» продлится до 22 мая. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Сергей Ларин. Видное ТВ.